Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Мишли Притчи царя Соломона Кто сегодня в эфире? Так Хорошо Мы находимся в 31 главе В 31 главе Яков Шатанин смотрит Все отлично Находимся в 31 главе И, значит, 31 глава о том, как царь Соломон После того, как он женился на египетской принцессе Он проспал Он проспал утром Утреннюю молитву И в храме не могли, из-за того, что он проспал А ключ был у него Не могли сделать жертвоприношение И к нему зашла мама И его мама Батшева Она ему начинает его увещевать В том, что он не служит Богу То есть ее смысл Ее увещеваний И смысл ее жизни И смысл ее обращения к царю Соломону Был о том, что самое важное Это служить Богу И как бы с этой точки зрения Надо понять весь Весь их разговор Значит, вначале она ему сказала Что сын мой Я тебя родила И ты сын моих обетов Богу То есть она уже рожая его Она думала не о себе Что я хочу родить Не хочу родить Она думала о том Что этот сын будет служить Богу И она ему об этом напомнила И дальше она ему говорит Что как же так Что ты сегодня проспал И во втором отрывке Она ему сказала Что в третьем отрывке Что не отдавай женщинам Свою доблесть То есть он проспал из-за того Что он женился на египетской принцессе И она ему говорит Не отдавай женщинам Свою доблесть И свои пути Губительницам царей То есть она сказала так Что есть вещи Которые соответствуют Статусу царя И званию царя И царь Израиля Это тот, кто служит в Боге Храм построил А есть, которые нет И вот ты сейчас Отдаешь свою силу Губительницам царей Дальше она переходит Четвертый отрывок И она ему говорит Нехорошо царям пить вино И знающим тайны Нехорошо пить Крепкие алкогольные напитки Она ему напомнила То есть из этого Видна ее мудрость Что она разбиралась В том, как думают цари Потому что она была Жена царя Давида Она разбиралась Как думают знающие тайны То есть она сама знала тайны И в то время Были пророки То есть в то время Люди жили В совершенно другой Духовной реальности У них было восприятие Восприятие более тонких вещей И вот те люди Которые знали тайны Они назывались розним Которые знали тайны Мироздания И она говорит Что нельзя таким людям Как ты А царь Соломон Он понимал язык зверей То есть он был Самый мудрый человек в мире И его ум был Невероятно чистый Чистый и Чистый и глубокий Да, можно так назвать Потому что в Мишле мы учили Что такое чистый и глубокий ум Что Бог дает хохму То есть Бог дает Божественную мудрость Царь Соломон Он изучил всю Тору Мипив Да, тут вона Из его От Бога идет Восприятие И логика И у царя Соломона Была выстроена Вся система Его восприятия мира Она была выстроена Так, что его сам Бог Назвал самой мудрой из людей То есть его восприятие мира Было наиболее чистое Наиболее точное Наиболее логичное И он мог Его причинно-следственные выводы Они были наиболее точные То есть он был мудрейший из людей Совокупность всех Параметров работы интеллекта Давала ему это звание И она ему говорит Смотри Нехорошо царям пить вино И нехорошо Знающим тайны Пить крепкие алкогольные напитки Почему она объясняет В пятом отрывке В пятом отрывке Объясняет Значит Вот Мушекомистрок напоминает Что был сегодня День Шуа День катастрофы И это действительно страшно Когда Когда Вот мы вспоминаем То, что тогда произошло И в начале Интересно В первой главе В первой главе притчи Если мы вспомнили Про катастрофу Написано Что за что будет катастрофа Прямо первая глава Если вы потом посмотрите Там есть даже это слово Шуа Есть слово Шуа И написано За что она будет Вот я вам сейчас напомню Раз сегодня день памяти День катастрофы Написано так Бог говорит В первой главе В первой главе Бог говорит так Начиная Начиная с отрыва Отрывка 23 Он говорит так Вернитесь к моим наставлениям И я вам сейчас проявляю свой дух И я вам сообщаю свои слова Значит Это вот 23 был отрывок Я давайте на русском прочту Потому что я хочу коротко Чтобы не отходить от темы Дальше Потому что Потому что Звала я Но вы отказывались Протягивала руку свою Но не было внимающего Это говорит как божественная мудрость И ни во что не ставили бы все мои советы И не желали наставлений моих Я тоже посмеюсь над вашим несчастьем Потешись, когда найдет на вас ужас Когда найдет на вас ужас, как гроза И придет на вас несчастье, как вихрь Когда постигнут вас беда и горе Тогда будут они звать меня Но я не отзовусь Искать меня И не найдут меня За то, что ненавидели они знания И не избрали для себя страха перед Господом Не хотели принять совета моего Призрели всякое наставление мое Зато вкусят от плодов пути своего И насытятся злыми замыслами своими Потому что отступничество легковерных Убьет их И беспечность глупцов погубит их Но слушающий меня Будет жить безопасно И будет спокойно И не страшась зла И где здесь слово шоа встречается? Значит, в первой главе Сейчас, секундочку Сейчас Сейчас Я помню, что было вот именно слово шоа Это шоу ины обе руки А вот Это отрывок 27 Когда придет как шоа Ужас на вас И на вас придет Значит Это 27 отрывок Вот можете посмотреть Первая глава Первая глава Мишли притчи И там Бог предупреждает Что те, кто не будут слушаться Они вызовут на себя Вот такое вот последствие Это, к сожалению Я буквально неделю назад читал Что в Польше Перед войной 82% еврейских детей Ходили уже в общеобразовательные Обычные польские школы То есть они полностью ушли Из религий Они их семьи И отдали детей В общеобразовательные Обычные школы Хорошо Давайте мы продолжаем дальше Ну мы как бы Вспоминаем Жертв катастрофы И понимаем Что они все в раю И это именно Кстати Здесь тоже чуть Мы об этом сегодня поговорим Жить человека Она по-любому Заканчивается смертью И смерть Она приходит Неизбежно К каждому То есть Есть момент Перед смертью Какое-то время Иногда Вот например Недавно умер Один мой знакомый Молодой парень 40 Вот за последний год Умерло где-то Три моих знакомых Лично Которых я хорошо знал Они умерли Им было до 40 лет Одна девушка Где-то Ей около 30 лет Оставила Пятилетнего сына Ходила в синагогу Все Она умерла За одну неделю От менедита То есть Она заболела Попала в больницу И умерла В больнице Второй парень Он был спортсмен Оставил троих детей Очень спортсмен Занимался спортом Без вредных привычек На тренировке Травмировался И ходил-ходил Хромал Потом Оп У него У него Заражение крови Он теряет сознание Привозит в больницу Через два дня Умер И третий Был он участвовал До того Как стал религиозным Он участвовал В боях без правил То есть Он был совершенно Там Ну Дикого здоровья человек Двое детей У него осталось В субботу Шел в синагогу Упал И умер От инфаркта То есть Это вот За последний год Три смерти Которые были У моих знакомых Лично Которых я знал До сорока лет Люди умирают Каждый день В мире умирает 180 тысяч человек То есть Нас всех смерть пугает Но 180 тысяч человек Ежедневно Уходят из жизни Это происходит Ежедневно То есть За год Умирает Порядка 10-200 на 365 Около Где-то 60-70 миллионов Человек Умирает Ежегодно И Смерть нас пугает Но тогда Получилось Что это было 6 тысяч И были они убиты Они не были Они не умерли По своей воле Их просто убили Потому что Они были евреи И это страшно Это ужасно И это показывает Еще раз Что Мир управляется Совершенно По Законам Которые Необъяснимы Логикой Обычной Потому что Обычная логика Это не вписывается Ни в какие Логические схемы Когда весь мир Отвернулся От еврейского народа И Когда можно было В 30-е годы Фашисты Хотели просто Выслать Евреев Из Германии То весь мир Отвернулся Сказал Мы их не принимаем И даже после того Как убивали Были погромы И так далее Весь мир Не принимал Еврейских беженцев И возвращал И в Германию И мы видим Отсюда Что это Все-таки Божественное Проведение Мы видим Отсюда Уникальную Судьбу Еврейского народа Который Прошел 2000 лет Изгнания И остался И мы видим Что как Бог ведет Именно Еврейский народ По Через Историю Когда 13 веков Не 13 веков Это 13 веков Это мусульмане Правят Израилем А 2000 лет Еврейский народ Был вне Израиля Потом происходит Шоа Катастрофа И потом Возникает Опять государство Израиль То есть Конец Изгнания Мы видим Что в мире Действует Божественное Проявление И смерть Хотя она страшна Для обычного Человека Который не знает Что будет дальше Его мозг Сопротивляется Для религиозного Человека Смерть не страшна Потому что Он знает Что дальше Если ты Жил правильно У тебя есть Вечная жизнь А те люди Кого убили За то что они Евреи Они сразу попадают В рай В разряд Самых высших Праведников И получается Что Если бы они Жили здесь Как была история С израильским Космонавтом Который полетел В космос И в год Когда он готовился К полету Он из абсолютно Религиозного Из абсолютно Атеиста Кибуцника Стал религиозным Человеком И он Рамон Ицк Сейчас Не помню Как его звали Значит я в книге Каэля Как раз писал Его историю И он стал религиозным И когда они вышли В космос Он пролетая Над Израилем Первый раз Сказал вместо Атиквы Или еще чего-то Шма-Исраэль И он в полете Кушал только Кошерное И соблюдал Шаббат Хотя Хотя был большой вопрос Если Они летают Вокруг земли Быстро Когда шаббат у него Он соблюдал По месту вылета И когда они Приземлялись Этот Шаттл Он взорвался И он погиб И Можно Логикой Пытаться дать Любые объяснения Но Я слышал Объяснение От одного Равина Что он Поднялся На такую Высокую ступень Святости Что если бы Он вернулся И с нее упал Это было бы Ему же хуже И поэтому Бог его забрал На уровне Самой большой святости Это было освещение Имени Всевышнего А получается Как это воспринять Это каждый решает В своей системе Координат Так вот Если говорить По тому Что говорит Тора То все Кто убиты За то Что они евреи И убиты Совершенно Несправедливо Только за то Что они евреи Просто так Они все попали Сразу в рай В разряд Самых больших Праведников Которые только есть Поэтому мы Вспоминаем О них И вспоминаем Для того Чтобы понять Первое Смерть неизбежна Второе Что у еврейского народа Особенная судьба Которая не вписывается Ни в какие логические Обычные схемы Расстановки И третье Что еврейский народ Рабы для Бога И поклялись Соблюдать его заповеди И Бог предупреждал Что это путь Он крайности Да Выбери жизнь Если ты соблюдаешь заповеди Ты выбираешь жизнь Если ты не соблюдаешь Ты выбираешь смерть И это выбор И это написано в Торе И это должен знать каждый еврей И дальше он выбирает Жизнь или смерть Хорошо Значит А мы продолжаем Наставление Мамы Царя Соломона Батшевы Как она его наставляла Значит Она ему сказала так Что Нехорошо Царям пить вино И знающим тайны Пить крепкие Алкогольные напитки Потому что Может быть Царь Что может быть Он выпьет И забудет Хутим Законы Торы Которые являются Хутим Это Постановление царя Которые логикой Невозможно понять То есть Законы Торы Они необъяснимы Человеческой логикой Поэтому Бог Это не человек Человек Это человек Бог Это Бог Если Бог Сказал Что нельзя Одевать шерсть Сленом Значит Человек не может Сказать А я думаю Иначе То есть Это Хутим И вообще В принципе Тора Тора Постановление Бога Это постановление Бога Мы не можем понять Почему Бог сделал Человека с двумя руками А не с тремя Он так сделал Мы не можем понять Почему Бог сделал Такой мир Который он сделал Он такой И как тот мир Который такой Потому что Бог его сделал Установил законы Так же Бог установил законы Для людей Которые мы должны соблюдать И царь Если он выпивает А не только царь Любой человек Который выпивает алкоголь У него сносит вот эту вот систему логики, и если у него сносит систему логики, то он может в этот момент потерять как бы связь между вот этими законами, которые надо соблюдать, и своей картиной мира. Поэтому она сказала, царю нельзя ни в коем случае пить, он судит, он выносит суд. И может быть он суд свой и шанэ дин коль бней они. Он изменит суд для бедных людей. Бедные люди, они для них, даже вот любая материальная вещь для них, она очень связана с их жизнью, да. То есть им очень тяжело. Для кого-то человека потерять 100 долларов, это ни о чем. Для мамы, которая эти 100 долларов копила на, я не знаю, на операцию сыну, это жизнь. И когда царь выносит суд, особенно для бедных людей, то его маленькая, даже малейшая ошибка в финансовом вопросе, она является как бы вопросом жизни для кого-то. И мама его предупредила, царю нельзя пить, потому что царь выносит суд. И дальше она говорит очень мудрую вещь. Дальше вот чем отличается Тора, она нам дает не просто закон такой, закон такой. Дает понимание и диапазон возможностей. И дальше она говорит, в каких случаях надо пить вино. Она говорит так. Ну, шихар ле овет. Дайте крепкий алкогольный напиток тому, кто потерялся. Овет это от слова потеряться. И яен ле марейнефеш. А вино дайте тем, кому грустно. Что значит дайте крепкий алкогольный напиток тем, кто потерялся, и вино тем, кому грустно. Теперь, значит, вот как раз вопрос Али Викбулатовой, он как раз об этом. Что значит потерялся? Человек живет в мире своих представлений о том, о мире. Он живет в мире своих верований и убеждений, как правильно жить, как неправильно, что будет, что не будет, как должно быть, как не должно быть. Это называется мир, в котором человек живет. И очень часто человек может в своем же мире потеряться, ему плохо. То есть интеллект, который должен решать его задачи, работать начинает против него. И он, значит, интеллект его, он его заводит в ситуацию, когда ему плохо. И вот жена Рамона, она потерялась в своем интеллекте. То есть она, у нее погиб муж, у нее погиб сын. И она, не понимая, к чему это все, как это так, женщина, у которой муж, герой Израиля, сын герой Израиля, они военные, они летчики. Ее муж Рамон, он участвовал в вот этот, разбомбил, один был из самолетов, которые разбомбили иракский ядерный реактор. Он первый израильский космонавт, и он гибнет. Потом ее сын, который тоже военный летчик. Он во время испытаний самолета учебных, он тоже гибнет. И у нее, она называется, это потерялась в своем мировосприятии. Где Бог, как Бог, а что для нее Бог. То есть для каждого человека за словом Бог стоит набор его представлений о том, кто такой Бог и как он должен действовать. То есть каждый, даже говоря о Боге, выдумывает себе некую схему, каким Бог должен быть и что он должен делать. И вот она потерялась в своей картине мира. Ей плохо. У нее, она заболела онкологией. У нее, значит, с одной стороны, она вдова героя Израиля и мать героя Израиля, которые погибли. И ее все почитают, уважают именем ее мужа. Назван аэропорт. И с одной стороны, она видит, что материальный мир, он ее поднял на пьедестал. С другой стороны, ей плохо, потому что у нее есть погиб муж, погиб сын и так далее. И у нее онкология. И вот когда она умирала, она, потерявшись в своей системе мировосприятия, она завещала себя аккремировать. Почему? У нее была какая-то такая мысль, я не знаю, никто же к ней в голову не залазил. Так вот, мать царя Соломона, и так как это приведено в Торе, она советует, дайте шихар, крепкий алкогольный напиток тому, кто потерялся в своих мыслях. Человек выпивает стакан водки, и ему в этот момент хорошо. Он не думает о завтра, он не думает о вчера, он не думает о том, что с ним будет. Он погружается в момент, здесь и сейчас, удовольствие от еды, ты меня уважаешь, уважаю, и я тебя уважаю, значит мы оба уважаемые люди. Он входит в состояние какого-то вот такого удовольствия от жизни, и у него его система, вот эта длинная система мировосприятия, она рушится. И мама говорит, если ты потерялся в ней, так ты лучше ее разрушь, чем ты будешь мучиться. То есть, выпил стакан водки, все наладилось. И дайте вино, написано, лимарей нефиш, тем, кому грустно. Значит, бывает, что человеку просто грустно, что он, вроде у него все нормально, но ему грустно. То есть, почему ему грустно? Разные могут быть причины, почему грустно. Опять же, эмоция это следствие мыслей. То есть, грустно ему, потому что он чуть-чуть потерялся. Что-то он внутри идет против себя, что-то он хочет, у него не получается, что-то у него, значит, обида, может, какая-то встала. Опять же, то есть, это он еще не потерялся, но ему грустно. А грусть, она человека вводит в состояние, когда он не может адекватно мыслить. Написано, что у пророков было пророчество только в состоянии радости. И, значит, вот, например, есть такое, бресловские хасиды, они говорят, что человек все время должен себя вводить в состояние радости, потому что состояние безнадежности, отчаяния и так далее, оно человека заводит все в большую-большую яму. А если он выходит в состояние радости, благодарности Богу, он начинает искать, чему порадоваться, что у него хорошо, что прекрасно, выпил вина чуть-чуть, он вошел в радость. В этом состоянии он и притягивает для себя радость, он видит больше света и так далее. То есть, в принципе, человек не знает, ни что будет с ним завтра. Человек уже не контролирует то, что с ним было, этого уже нет. Человек живет только в настоящем, и большинство людей портят себе настоящее своими мыслями о будущем и о прошлом. И как узнать, испорчено или нет? Если человек потерялся полностью, ему вообще плохо, значит, он потерялся, надо выпить водки. Если ему просто чуть-чуть плохо, значит, он тоже потерялся, только он чуть-чуть потерялся. То есть, ему в данный момент не из-за чего расстраиваться. Но так как он расстраивается, так ему советуют, Ора, выпей вина и радуйся, да? И вот, значит, и что будет тогда? Иште вы, ишка крышо. Он выпьет и забудет свою бедность. Вэамало лой и скор от. И труд свой тяжелый он не будет вспоминать снова. То есть, обычно человек лежит, отдыхает и думает о том, как ему придется завтра трудиться и как ему будет завтра тяжело. И он в момент, когда он лежит и мог бы отдыхать, то в этот момент он портит себе отдых тем, что он думает о том, что будет с ним завтра. Так, нам говорит царь Соломон. Он говорит так, выпиваешь и тебе в данный момент хорошо. Теперь, это химические, не химические средства, это средства, ну, природные, но физиологические. А вот, в принципе, Тора нас учит. Этим человек может входить в состояние здесь и сейчас самостоятельно. Он может найти, за что он благодарен Богу самостоятельно. Он может найти, чему ему радоваться в жизни самостоятельно. Он может, я сегодня утром читал про восстание в Варшавском Дето и читал, как 700 евреев, которые были вооружены там табуретками, они воевали против 15 тысяч немцев, которые были вооружены танками. И как они сопротивлялись месяц в Варшавской Дето и немцы не могли, которые они хотели уничтожить все Дето за три дня. Они месяц там воевали за каждый дом, за каждую эту. И когда читаешь и думаешь, какие мои проблемы, которые меня расстраивают относительно того, как они жили. В этот момент человек, если он сравнит свои сегодняшние проблемы с тем, какие были проблемы у людей в концлагерях, он сравнит свои сегодняшние проблемы с теми проблемами, которые были у 100 тысяч евреев, которые шли в Бабий Яр. То ему просто стыдно будет сегодня расстраиваться и стыдно будет сегодня ругаться из-за каких-то мелочей. Ему будет стыдно обращать внимание на какие-то свои проблемы вообще, которые вот может быть завтра мне будет плохо и сегодня он из-за этого расстраивается. Значит лучше, то есть Тора нам говорит, что даже лучше выпить вина и водки, чем расстраиваться. Все, удачи, успехов вам, хорошего дня. Но если вы уже знающий тайны и цариток, не избивайте своего состояния. Если вы уже находите в состоянии позитивного, осознанного служения Всевышнему, значит вам не надо пить. Но если вы не находитесь в этом состоянии, потерялись в своих мыслях, вам плохо, грустно и так далее, лучше бухайте. Так сказала мама царя Соломона. И значит царь Соломон это написал в притчах. Тора, это письменная Тора внесла это в Тору. Вот отсюда есть разрешение, когда пить, когда не пить. Все. Удачи, успехов. Напишите свои выводы. И когда ввели заключенных на смерть, вот Тора, она очень гуманна. Есть Тора гуманна, это добро и любовь. Но есть в Торе четыре вида казней. И есть очень много преступлений, за которые есть казни. Как же так? Гуманная Тора и казни. Добрый Бог и казни. Казнь это исправление души человека для того, чтобы исправить то, что он сделал и чтобы он вошел туда искупленным в рай в следующий этап. И когда заключенных готовили к казни, то им давали вино, чтобы они выпивали вино. И это было для того, чтобы им самим не было страшно. То есть они знали, им объясняли, что казнь нужна первое, для исправления их души. Второе, для исправления общества, чтобы другие знали, что за вот эти преступления есть казнь даже в этом мире. То есть обычно люди делают преступления, чтобы в этом мире получить удовольствие. Но когда казнили публично, показывали, смотри, в этом мире тоже есть наказание за преступление. Это была казнь для исправления общества. А человеку говорили, смотри, ты сделал это преступление, и ты или потеряешь вечность, или мы тебя казним, и ты получишь вечность. Конечно, для тебя лучше, даже если ты этого не понимаешь, если ты живешь только в мире удовольствия. Значит, для тебя лучше для души, чтобы тебя казнили. Но в чем гуманность Торы? Ему давали вино, он выпивал вино, это было вино для смерти. А мы поэтому сейчас говорим Лехаем, вино для жизни. То есть, когда мы выпиваем, мы говорим Лехаем, для жизни, для лучшей жизни. Жизни здесь, жизни там. Все, друзья, все очень неоднозначно. Главное, что идти по компасу. Если вам хорошо, значит это хорошо. Если вы делаете по Торе. Если вы делаете не по Торе, то за хорошо приходится дорого платить. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего дня. Спасибо.